Следствие идет полным ходом. Хакасские следователи прилетели в столицу, чтобы опросить нашего корреспондента Ивана Литомина по делу о воспрепятствовании его профессиональной деятельности. Глава Ширинского района Сергей Зайцев набросился на журналиста после того, как услышал свой адрес неудобные вопросы. Почему ответы на них теперь хотят услышать исследователи, расскажет Денис Новожилов. Сотрудник следственного управления Следственного комитета России по республике Хакассия, который специально прибыл в Москву, допрашивает корреспондента программы «Вести» дежурная часть Ивана Литомина. Теперь репортер официально, потерпевший в уголовном деле о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. На Ивана напал глава Ширинского района республики Хакассия Сергей Зайцев. Вы спросили, когда он будет? Я спросил, когда он будет? Мне ответили, что да, завтра он выходит на работу. Кроме того, сотрудник Республиканского следственного комитета ознакомился и изъял исходные материалы съемки, сделанные 22 мая в кабинете чиновника. На ней полное, без монтажа, интервью с Сергеем Зайцевым. Запись будет приобщена к материалам уголовного дела и прольет свет на то, была ли проявлена агрессия и звучали ли оскорбления в адрес главы Ширинского района со стороны съемочной группы. И наоборот. Потерпевший Иван Литомин говорит, скрывать редакции нечего. Мы зашли в кабинет товарища Зайцева очень вежливо, очень корректно, всем представились. Это очень хорошо видно на видеозаписи, которая уже не раз была в нашем эфире. Я просто задавал ему вопросы, ответы на которые интересовали не только меня лично, но и местных жителей, жителей поселка Шира. Потому что те погорельцы, которые живут в этих ужасных домах, они не раз обращались в местную администрацию за ответами, но ответа так и не получили. И мы в интересах этих самых людей как раз и пришли к товарищу Зайцеву с этими самыми вопросами. Вы какого черта сюда приехали? Какого, извините, что вы? Давайте отсюда. Нет, нет. Я тебя еще раз дам. Подождите, Сергей. Быстрей-ка отсюда. Вы что делаете-то, Сергей Николаевич? Быстро отсюда, я сказал. Вы зачем меня толкаете, Сергей Николаевич? У меня к вам еще остались вопросы. Один из вопросов, который журналисты задали Сергею Зайцеву, касался плачевного состояния жилищ, возведенных местными властями для погорельцев. В 2015-м во время сильных пожаров в республике погибли более 30 человек. Пламя уничтожило полторы тысячи домов. На строительство новых объектов из федерального бюджета было выделено порядка 5 миллиардов рублей. Но через некоторое время стало понятно, людей вселили в гнилые коробки. Тихо, 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 вы что делаете? Что он сказал сюда? Алло! Сергей, вонючий! Вы что делаете-то? Тихо, 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 тихо. Не надо камеру трогать, камеру трогать. Не надо, отпустите камеру. Вы что, с ума сошли? Вы вылетит в окно? Вы с ума сошли, что ли? Тихо, тихо, тихо. Вероятная тема погорельцев и могла вывести главу Ширинского района из себя. Сергей Зайцев повалил Ивана Литомина на пол, а его помощники препятствовали записи. Съемочную группу попросту вытолкали за дверь. К слову, Сергей Зайцев ранее был судим по факту халатности, в результате которой, посчитали в Следственном комитете, поселок и оказался в огне. Чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы, но тут же амнистировали. После публикации кадров с нападением на журналистов в отношении Сергея Зайцева возбудили уголовное дело. Подозреваемого допросили сотрудники Следственного комитета, но глава Ширинского района уверен, вел себя в рамках закона. Вот такой дикости я не помню в своей биографии. Ну, вы, насколько я знаю, тоже встречи на заявлении написали? Конечно. А вот какие аргументы, собственно, по каким статьям? Оскорбление власти. Не исключено, что следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе лингвистическое. Исследования покажут, какие слова использовали Иван Литомин и Сергей Зайцев во время диалога, и являются ли они оскорблениями. Некоторые выражения чиновника озвучивать в эфире запрещает закон. Ты просто наградь сопляк. Можно это показать по террористской федерации? Наградь сопляк. Сихо уже дрожу. Перед таким нагреться. Должен отвечать тебе. Что вы разговариваете? Что вы разговариваете? В отличие от разваливающихся сараев-погорельцев, Сергей Зайцев облюбовал этот уютный особняк в центре Шира. Поговаривают, дом мог быть взяткой главе района от компании, которая выиграла полумиллиардный контракт на строительство очистных сооружений в соседнем поселке. Чиновник оправдывается. Не исключено, что возможная коррупционная схема при строительстве очистных сооружений также станет поводом для возбуждения уголовного дела. Пока же Сергей Зайцев подозреваемый в нападении на журналистов. И за расследованием этого дела наша программа будет пристально следить.